Горьковский автозавод исполнил давнюю мечту владельцев «Газелей Некст». В салоне одного из дилеров марки «ГАЗ» появились автомобили, оснащённые шестиступенчатой коробкой передач. До этого грузовичкам полагалась пятиступенчатая механика. Сам автозавод предпочёл не комментировать появление новинки. Однако, как стало известно телеканалу «Автоплюс», новый агрегат — собственная разработка компании, которую выпускает одно из подразделений группы «ГАЗ». Трансмиссия рассчитана на передачу 450 Нм крутящего момента, а в корпусе предусмотрен лючок для подключения коробки отбора мощности. Заявленный ресурс шестиступки — внушительные 300 тысяч километров. «КамАЗ» готовится выпустить топовую версию новейшего тягача 54901. Новинка под названием «Хай-Тек» получит адаптивный круиз-контроль, трансмиссионный тормоз и форсированный двигатель. Мотор выдаст на сотню сил больше, чем сейчас, то есть 550 против 450. Водителя в кабине встретят улучшенная отделка панели и переоформленный щиток приборов. В планах разработчиков также значится замена крана стояночного тормоза кнопкой, а заодно внедрение холодильника для продуктов. Напомним, что магистральные тягачи нового поколения начали отгружать клиентам этим летом. У машин перелицованная кабина от «Мерседеса Актрас», под которой скрывается рядный шестицилиндровый двигатель, созданный при участии компании «Липхер». До сих пор заводская команда «КамАЗ Мастер» была вынуждена стартовать на «Дакаре» на бескапотных грузовиках. У них уже развесовка и управляемость, а нагрузки на экипаж просто запредельные. Между тем, основные конкуренты давно поняли преимущество капотной компоновки. Однако «КамАЗ» не имел возможности оценить её плюсы, ведь по правилам на спортивном прототипе может применяться только кабина от серийной модели. При этом спортивный коллектив, как говорится, в инициативном порядке, всё же сотворил интересный капотник с кабинным модулем от «Мерседеса Цетрас». Однако на другие соревнования, кроме российских, «Путин» был заказан. И вот «КамАЗ» вскоре выпустит гражданскую капотную модель. Это будет трёхосный самосвал, оборудованный кабиной от упомянутого «Цетраса». И появление такого грузовика позволит легализовать давно разработанную рейдовую машину.